Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи! Революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, сверхшилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Сказать! Не умею сказать, сказать... Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете «Радионародная волна» на частоте 14.30 М99,1 ФМ. На нашем веб-сайте radioinvc.com. На нашем канале в YouTube radioinvc.com. С помощью бесплатного приложения на ваших айпэдах, айфонах. Ну и если вы пользуетесь Android, тогда нужно просто через браузер зайти на наш веб-сайт. И сможете услышать, увидеть, пообщаться, принять участие в разговоре. И телефон студии 847-400-5200. Сказал Олег Патлок, а рядом с ним сидит Игорь Фиалко. Добрый день. Добрый день. Добрый. Звоните. Я так доволен, что Сергей все это так быстро все сказал, потому что он не Байден. Байден перепутал бы. Слый пиджом. Ну тогда уже давай расскажите, расскажите народу, кто-то смотрел. Давай, знаешь, что я пару слов скажу. Это более короткие такие сообщения, потому что если мы начнем про дебаты, я думаю, что мы так и закончим их через полтора часа, этот разговор. Ну это интересно, потому что на самом деле это очень показательно. Дебаты очень показательные. Они говорят о том, что нас ждет, что есть, что будет, чем сердце успокоится, что из себя представляет демократическая партия, кто из этих микрофон так периодически плавает, что-то с моим бордом случилось, то ушел, то пришел. Что будет с этими кандидатами? И самое интересное, как будут проходить дебаты, когда номинанты демократической партии, ну кто бы из них не был. То есть они сегодня уже готовы сожрать друг друга? Что же будет тогда? Ну это нормально, это политика. В общем, давай. Да, ну я хотел сказать, начать с того, что Трамп назначил нового постоянного представителя США в ООН. Вернее, не Трамп, Сенат утвердил, Трамп предложил, Сенат утвердил. Это Келли Крафт. Келли Крафт, посол США в Канаде, была утверждена Сенатом 31 июля в качестве нового постоянного представителя США при ООН. Все мы помним нашу замечательную Ники Хейли, которая, к сожалению, ушла с этого поста. Надеюсь, что Келли Крафт будет делать точно то же, что делала Ники Хейли, будет отстаивать интересы США, Израилем. Самое интересное то, что отец Келли Крафт был убежденный демократ, причем не просто демократ, он был еще и активистом. Ну вот, видите, как говорится, поговорка «яблоко от яблони далеко не падает», не работает иногда, а может даже и очень часто. Кстати, вспомните, что сам Трамп был когда-то демократом. Ну, как видно, с тех пор, когда демократическая партия начала идти не в то русло... Ну, в свое время Рональд Регган был демократом, стал республиканцем и сказал, я не ушел с демократической партии, демократическая партия меня покинула. Интересно, вот Джон Кеннеди сегодня был бы республиканцем или все-таки перешел бы... Джон Кеннеди был бы... Он был бы консерватором, пришел бы к нам. И ФДАР, и Трумман, все вместе. Ну, вот еще интересно, что Федеральная резервная система понизила ставку, наконец, за последние 10 лет. Снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 2-2,5%, и это произошло впервые с конца 2008 года. В принципе, это было ожидаемо, об этом говорили, хотя Трамп рассчитывал, что понижение будет намного больше. Ну, вот на сегодняшний день такая цифра. У нас есть звонок, давайте примем. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Да-да, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый. Аллоу. Да-да-да, мы вас слушаем. Аллоу. Да, вы в эфире. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Радиослушатель. Да-да-да, наверное, радиослушатель, он выключил радио и... Или наоборот. Думает, да, что мы... Слушаем, говорите, вы в эфире. Аллоу. Да-да-да. Я перезвонить им. Перезвонить. Что-то у вас с наушником в телефоне не сложилось. Что-то не сложилось, да. Ну что, дебаты. Кто начнет, с чего начать, потому что разговор очень длинный. Давай начну я вот с чего. Я тут... Прежде чем ты начнешь, я хочу похвастаться. Ко мне заходил мой друг Аликс Басов и подарил мне вот такую штуку. У тебя, я знаю, такая тоже есть. Нет, так он мне тоже подарил ее только что. Я же вот встретил на паркинге. Подвигаю ее тоже. Какая пресс-трамм 2020. И вот тут президентская печать. Мелочи, приятно. Ну, лайки. Вот так. Спасибо, Олег. Ох, ты опять микрофон у меня запирает. Спасибо огромное, Аликс. А еще он мне подарил уникальную кружку. Уникальную кружку. Не здесь. Ладно, покажу. Ну вот, слушал я эти дебаты, честно отслушал вот от начала и до конца, отмучил свои там сколько-то часов. И мне почему-то врезалась вот в память и резанула слух вот эта фраза сенатора из Нью-Йорка, женщины, которую... Кирстин Джиллебрэн. Да, Кирстин Джиллебрэн. Значит, она сказала, что my whiteness protect me, protects me. То есть, то, что я белая, она меня защищает от того, что в меня могут выстрелить, от многого другого. И все било на то, что это привилегии. И, кстати, не только на одна, но вот эта вот фраза whiteness protects me. И вот я вот подумал, что, в принципе, вот сегодня, наверное, быть белым мужчиной, это какое-то, наверное, преступление, это неправильно. Кстати, между прочим, недавно было опубликовано в журнале Esquire, кажется, интервью с одним школьником из Вискансена. Вот он рассказывал настолько, насколько сегодня... Знаете, у молодежи есть понятие такое cool, be cool. Так вот, сегодня it's not cool. То есть, сегодня это не хорошо принадлежать каким... Вот, да, большинству нужно принадлежать каким-то minorities. Надо принадлежать каким-то жертвам. Они должны быть кто-то, кто не такой, кто не белый мужчина. Вот не белый мужчина. Или черные, или гомосексуалисты, или женщины. Их всех притесняют. Если тебя притесняют, ты в порядке. Ты cool, как ты говоришь. Если тебя не притесняют, ты белый. Совершенно верно. Так вот, непонятно, как нам дальше жить. Вот демократы знают, как нам жить, а нам нет. И вот получается так, что у нас звонок есть. Давайте примем. Добрый день, мы вас слушаем. Вы в эфире. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Да, добрый день. Я не удивлюсь предыдущего звонка, чтобы вас слышно, потому что вас слышно очень плохо. Если вы меня слышите, тогда у меня такой комментарий по поводу с привилегированности. Недавно ездил в Гарвард, в Бостон, ночью по работе. И взял с собой дочку. Она в синер, чтобы посмотрела, что это и как. После этого у нас была дискуссия, и она сказала, папа, а если я подам документы, можно я напишу, что я эйжен? И потому что... И она мне говорит, что скорее всего, если я напишу, что я эйжен, то, наверное, мне будет легче туда поступить. И вот это наводит на мысль, что сегодня действительно быть просто белым, без принадлежности к какому-то либо эйжен, либо блэк, либо африкан-американ или еще что-то, то это уже недостаток. И это ужасно. В принципе, это ужасно. Если в Советском Союзе была фото на поступление евреев, скажем, в медицинские вузы или в какие-то определенные московские университеты, то здесь, наверное, скоро просто белому человеку, не принадлежащему так называемому майноритис, который сегодня, наверное, уже матчоритис, то это то же самое будет как хвота. Но это вот мой комментарий. Извините, вас просто не слышно. А как сейчас? Нас слышно стало лучше? Мы тут кое-что подправили? Отключился человек. Отключился, родился. Да, так вот я хотел сказать... Подожди, давай-ка вот по поводу того, что... Ну, вообще, вот насчет Гарварда и насчет вот то, что сказал этот радиослушатель. В принципе, то, что сказала его дочка лет пять-шесть тому назад, просто бы посмеялись бы как над хорошей шуткой и сказали бы, ну, попробуй ты. Сейчас это, в принципе, становится нормализированным, даже так думать, даже такие мысли подавать. Я, ну, вот тоже, к примеру, мой племянник, когда ему исполнилось 16 лет, он и покупил машину, он увидел, что страховка для 16-летнего мальчика гораздо дороже, чем страховка для 16-летней девочки. Он сказал, я напишу, что я девочка. На что, естественно, спросили, а что будет потом? Он говорит, потом я опять стану мальчиком. Опять-таки, смешно, да, для людей, которые думают нормально, будем так говорить. Но, в принципе, это уже получается, что это дозволено. Единственное, я хочу дать совет нашему радиослушателю. Мысль правильная у девочки, ну, то есть, относительно правильная, но только нет, но только нельзя указывать, что она ажин, поскольку в Гарварде, на самом деле, ажин сейчас судят Гарвард за то, что они дискриминируют ажин. Удивительная вещь. Майнорити, но... Не майнорити. Но не майнорити. Да, недостаточный статус жертвы. Они не жертвы, да, потому что они пашут, как пчелки, они учатся, как сумасшедшие, и поэтому они не жертвы. А вот те, кто жертвы, это кто руки опустил, ни хрена не делает, работать не хочет, учиться не хочет. Вот это жертва. И это поэтому мы ее будем толкать вперед, мы будем ей прикрываться. Итак, я белый мужчина из не очень бедной семьи. Кто бы ему подумал. И да, и я должен пропустить, вот исходя из ваших разговоров наших, я должен вперед пропустить нелегала, гомосексуалиста, женщину, азиатку, всех кого угодно я должен пропустить первым, только потому что я белый. Оказывается, что мы, наверное, слишком много правили этим миром, и сейчас мы должны подвинуться, и нам эти демократы должны рассказать, как нам жить. И неважно место рождения, говорят они, планета у нас общее, а потому мы должны впустить в нашу страну, в свой город, в свой дом, всех, кого ни попадя, кому пришлось хуже в этой жизни. И мы не должны на них злиться, и я не имею права их бояться. И я, белый мужчина, должен их пропустить вперед. И если я на них злюсь, значит, я животное, я кто там, расист, ксенофоб, русофоб, ксенофоб, гитлер, да, не знаю кто, исламофоб тоже, да. Граница должна быть открыта. Вот, кстати, слушая вот вторые дебаты, мы вернемся к ним. Значит, сказали, что граница должна быть открыта, и нужно упразднить вот это правило, которое считает преступлением нелегальный переход границы. И кто хочет, пожалуйста, пусть проходит планета общая. Я, белый мужчина, должен платить репарации, или вообще отдать свой дом афроамериканцам, потому что наши прадедушки угнетали прадедушек. Не наши прадедушки, а их нет. Кстати, если, кстати, а если нет, я расист. Так вот, стоп, у большинства живущих сегодня в Америке, в стране, прадедушки жили в Германии, Ирландии, Польше, Англии, России, Украины, где еще там жили. А мои предки, как говорит мой друг Игорь, это его любимая фраза, он говорит, что наши предки-то вышли из Египта, то есть мы-то тоже афроамериканцы, евреи. Значит, получается, мы тоже должны на что-то презентовать. Не, ну скажи, это твоя любимая шутка. Вот, Игорь, когда-то он... Коль, скоро ты упомянул. Ты сейчас речь идет о репарациях? Да, да, да. А ты знаешь, что наши местные законодатели приняли закон о репарациях гомосексуалистов? Они, нет, не репарации, они... Нет, они вот что... Условно называем. На самом деле, что они вынуждены были, наверное, заполнять налоговые декларации раздельно, а вот как бы, а если бы они заполняли в семье, как семья, то тогда бы они какие-то деньги сэкономили. Совершенно верно. Я хочу еще вернуться к тому, что у Кэмэлла... Да, я закончу уже с этим, мы потом к этой Кэмэлле вернемся. Да. Так вот, я абсолютно несовременен, если отворачиваюсь от женщин, которые взялись за руки, и на которых я смотрю с вожделением, если они, например, идут в мини-юбке, и, значит, получается, что я уже с ними совокуплялся, и получается, что я как бы уже, это называется, секс-эфэн, да, я должен чувствовать, что они скажут, и все должны быть равны, мужчины, и женщины, и худые, и толстые, и белые, и черные, и не важен пол, все должны получать одинаково за одну и ту же работу одинаковую зарплату. Черные, белые, гомосексуалисты, женщины, и не важен опыт работы, не важен стаж и уровень знаний, и не важно, умна женщина или неумна, она должна руководить, потому что у нас есть квота. А, подожди, и кроме того, как же здорово, нам же еще будут тысячу долларов платить, исходя из того, что сказал вот этот вот интерпренер. Кстати, когда ты говоришь о квотах, это они говорят о проектах, а в нашем штате уже законы приняты. Есть, да, да, совершенно верно. Так вот, я белый мужчина в школе изо всех сил старался получать хорошие оценки, чтобы потом пойти в хороший кал, и чтобы родители или заплатили родители, или взяли ссуду в банке, или там мне нужно было прыгать выше головы, чтобы получить там хороший этот уровень скор, это GPA, да, или как он там, и ACT-тест сдать на там 35-36, и играть в баскетбол, футбол, волейбол, хоккей, плавать, чтобы меня взяли бесплатно. А потом я должен был найти хорошую работу, высокооплачиваемый, или открыть бизнес. Ах, я такая сволочь. Оказывается, так много тех, кто этого не делал, кто не хотел учиться и не хотел работать, и кто вообще пробрался сюда как крыса. И теперь мы должны бесплатно обучать их в колледжах. Теперь нас должны обложить налогами по полной, чтобы обеспечить дармоедов, лентяев пособиями, талонами на питание, бесплатной медициной. Оп, стоп, медицина тоже бесплатно, оказывается, будет. Кто не работал, тот и не будет работать. А кто работал, значит, мы и будем оплачивать им эту медицину. И не важно, откуда прибыл кто, я должен дать им свою работу, поделиться с ними своим куском хлеба, сыра, вином, квартирой, медициной. Планета-то общая, значит, все мое, это его. И не важно, что будет с психикой детей однополых семей, потому что любовь не имеет границ. И стыд теперь самый тяжкий грех. Стыдно должно быть только белому мужчине, потому что он посмотрел на женщину с вожделением и уже прелюбодействовал с ней. И получается, что я, опять же, насильник, животное, ее сексуальность только для нее. Она вот может ходить голой по Манхэттену. А теперь вот еще какая мне пришла мысль. Вот я белый мужчина. Завтра хочу предложить, чтобы создали White Television Network. Я хочу, чтобы создали организацию белых адвокатов, белых психологов, белых, например, там, аккаунт, это журналисты. А еще можно колледж для белых. Почему? Потому что существует вот African American Planning Commission, African Association of Black Energy, African Association of Black Psychologists, аккаунт, журналист, commerce. Существует Ассоциация of Hispanic Advertising Agency, Latino Professionals America и прочее, прочее, прочее. Попробуйте завтра предложить пройти парадом гетеросексуалистов, который был запрещен в Бостоне или в Балтиморе, в Бостоне, правда? Попробуйте завтра предложить создать какую-то организацию, где было бы слово белое. Все, мы расисты. У нас здесь звонок или нет? Не дождались. Олег, ты первый еврей, ты классиклановец, которого я когда-либо видел свою жизнь? Нет, Игорь, я не кукла-склановец. Я действительно начал смотреть на эти вещи трезво. У нас здесь звонок. Давайте примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, мы вас не слышим. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Вам звонили слушатели, что плохо слышно. Вы знаете, сегодня какой-то особенный день. Очень хорошо слышно. Может, они в каком-то другом районе. Наверное, они где-то были, да, в городе. Там есть провалы такие. Спасибо большое. Спасибо. Ну, вот это то, что у меня, как говорится, навеяло на меня. Ты понимаешь, что ты говоришь, что если на это смотреть трезво, я тебе скажу по правде, что на это трезво смотреть нельзя, потому что все, что ты говоришь, это абсолютная правда. И если это анализировать, то это нельзя сделать без алкоголя. Во-первых. Значит, тогда надо делать, как сказал великий-великий Жванецкий, жизнь надо прожить в состоянии легкого алкогольного опьянения. К сожалению, политкорректность, которая началась, я не знаю, в 60-е годы, когда тоже говорили о свободе отношений, о свободе жизни, о свободе наркотиков, и после этого пошла вот эта вот политкорректность, к сожалению, она сама себя сейчас проявляет. Один из моих любимых американских комиков, Джордж Карлин, в 72-м году у него была такая очень эпопейная монолог, что семь слов, которые ты не можешь говорить на телевидении. В нем он говорит в английском языке 400 тысяч слов. Из них семь, которые ты не можешь говорить по телевидению. На данный момент слов в Америке 600 тысяч. 200 тысяч дополнительно с 72-го года. Мы пришли из-за того, что из-за политкорректности, из-за технологий. Это просто ужас. Что мы должны сейчас, через что мы должны проходить. Мы больше не можем называть людей теми вещами, которые они есть, и мы не можем о них судить так, как они есть. То есть, если вполне разумно и можно понять, почему пришли новые термины за счет новых технологий, потому что они раньше не существовали. А вот что касается политкорректности, это такие слова... Афроамерикан. Новоязы такие. Да, новоязы такие. Ну, афроамерикан. Не было же этого слова в 60-х. Мы же знаем, как их называли всех. Если мы будем говорить чисто по-английски, так height, низкоростный человек или толстый. Есть новые слова, которые... Уже нельзя сказать человеку, что ты толстый. Уже нельзя сказать человеку, что ты маленького роста. Нельзя... Уже надо использовать какие-то другие вещи. I'm not fat, I'm overweight. Да, да, да. Big bond. Наши радиослушатели пишут, что в Арлингтон-Хайт слышно хорошо. Спасибо большое. Спасибо, что вы внимательно слушаете. Мы в этом месте сделаем небольшой перерывчик. Небольшой перерыв. Послушаем рекламное объявление, после чего вернемся. Мы обязательно продолжим. Если у вас будет желание принять участие в разговоре, звоните. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». У нас есть, наверное, звонок. Давайте принять. Да. Добрый день. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я насчет компенсации. Вот этим черным, которые хотят проучить. О котором ведутся дебаты в последнее время. Вот почему бы белым не определить. Определить такую же компенсацию от черных. Потому что во время гражданской войны погибли 700 тысяч человек. Из них, я больше чем уверен, полмиллиона, наверное, были белые. Почему бы? Ради того, чтобы спасти отравства этих черных, положили жизнь полмиллиона людей. Они же тоже могут, родственники, потребовать такую же компенсацию от черных. И такой же можно и другим нациям, и даже тем ежо-японцам, которые пострадали во время Второй мировой войны. Тем же евреям, которые пострадали от Рузвельта во время того, что не пускали евреев во время той же Второй мировой войны. И еще, разве это не компенсация за то, что вот эти черные имеют огромные привилегии, получают вэлфер. При поступлении на учебу они почти что не платят, потому что мои дети учили, их друзья черные. Они вообще даже не знают, что такое оплата за учебу. И они получают огромные скорошипы. Мы с вами во всем согласны. Они имеют привилегии в своей черной коже. Вы, к сожалению, во всем правы. Единственное, что нам, наверное, рано еще подавать на компенсацию. Нам нужно подождать, наверное, пару десятков лет, когда мы станем таким меньшинством. Вот тогда мы, наверное, сможем открыть рот. Потому что сегодня мы откроем рот, и мы тут же станем расистами. Вы мне извините, пожалуйста, поверьте мне, если даже один белый американец останется в Соединенных Штатах, он все равно будет в большинстве считаться. Вы тоже правы. Да, тоже согласен с вами, абсолютно. Хотя справедливости ради, надо сказать, не только черные были рабами. Да? Да, белые тоже были рабами, черные тоже были рабов. Спасибо большое. У нас есть еще звонок, давайте примем. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Господин Фиалко, я могу у вас персональный вопрос спросить? Да, конечно. Скажите, вы в каком-то родстве с Яшей Фиалко? Да, я с ним в родстве. Это его сын. Это мой отец. Спасибо. Ну вот и выяснили. Да. Да. Ну, что, дебаты. Ну, начинок, кто начнет? Ну, прежде чем о дебатах поговорим о том, что ты говоришь, эта тема такая долгая, длинная. Тем паче, что уже обсуждали не один раз. В курсе, да, что генеральный инспектор Министерства юстиции сделал криминальное представление на... Джеймс Комми? На Джеймс... Да. Подожди, так, по-моему, уже решили его не расследовать. Это другое дело. Да. Генеральный инспектор сделал представление, а Министерство юстиции приняло решение не возбуждать уголовное, не предъявлять обвинения. Правильно? Кстати, вчера у Факс Ньюс, Хеннити, кажется, он вчера показал вот все пункты, которые нарушил он Комми. Он это, кстати, постоянно показывает. Напомню, Комми был, это бывший директор FBI, на всякий случай, если кто не помнит. Я не знаю, правильно это или нет, наверное, я не согласен с этим решением все-таки. Но, во всяком случае, уже первая ласточка есть, уже хоть было подано. Я думаю, что это, к сожалению, будет то же самое, что произошло с Хиллари Клинтон. Скорее всего. Они... Были разбирательства, было на что посмотреть и что сделать, и тем не менее сказали, что она... Остается все-таки надежда, потому что некоторые специалисты, вот Джанова, в частности, говорит о том, что кейс построить вот на том, что есть, вот скажем, то, что он сливал информацию нелегально. Дело в том, что эта информация была... Гриф секретно... Гриф секретно был... Была эта информация... Короче, засекречена была информация уже после того, как он ее слил. А, чтобы гриф был наложен на это. Да, да, да. То есть она не была грифа, хотя любая информация официальная, она секретна. И, скажем, когда у него изъяли компьютеры, жесткие диски из дома, выяснилось, что у него дома хранилась секретная информация. Я не понимаю, вот почему еще до сих пор не подали в суд на тех, кто виновен в том, что шпионили за... Идет разбирательство, а Дюрам занимается этим, и это будет. Я думаю, что пока не будет никаких конкретных доказательств, они ничего не будут. Я думаю, что они уже есть. Понимаешь, Барб все-таки серьезный дядька, и пойти в суд, и облажаться, и он понимает... Естественно. Если предъявить коми обвинение, и если суд будет манхэттенский рассматривать, ты же понимаешь, что результат будет никакой. и они они этого не хотят потому что это даст возможным возможность лево радикальному отребью говорить о том что вот республиканцы дыхать пытаются это на самом деле ничего не об этом я хочу сказать поэтому поэтому пока они не не построят кейс до когда стопроцентным будет доказано что он нарушил вот тот или иной закон я думаю не обвинение предъявить не даром трамп сейчас взял джулиани и и остальных адвокатов я думаю что именно они вот и работает над этим над этим я не я думаю что пока у них не будет доказательств на на самом деле таких веских и и таких плодотворных я не думаю что они это будут обнародовать то есть у них должны быть аргументы в суде если уж они строят кейс он должен быть построен стопроцентно такой железный железобетонный там же идет расследование по поводу злоупотреблением файза корт коми первый подписал аппликейшен где сказано что информация в данном в данном аппликейшен как бы проверено и соответствует действительности поэтому а это расследование еще идет и вот я думаю что они просто строят такой в железобетонный кейс поэтому заранее предъявлять обвинение потом кейс рассыпь пока не сырые да совершенно верно поэтому это могут только демократы как мы увидели поэтому так сказать да эти послушай они по сей день утверждают трамп с путиным значит кэмэла хэррис ясно сказал обидеть плоди до того что дошло до вот кэмэла хэррис плоди того что дошло до смешного что она сказала что то что гиб габбард предоявила ей вот эти вот обвинения это в этом тоже виноват путин и россия она сказала что несмотря на то что мюллер не нашел никаких обвинений мы доказательств то есть да мы четко знаем что они есть они есть в репорте мы знаем о них кстати эндрю маккейб да когда он нет нет маккейб это зам коми который тоже вчера или позавчера в интервью сказал что надо начинать импичмент президента до шиф по-моему когда он кричал что у меня есть у меня есть доказательства так вот когда вот было вот это вот слушание если у тебя было доказательства почему же ты их не представил это был великолепный вот вот момент когда нужно было это сделать значит скорее всего их нету ну дебаты мне очень понравились понравилось самое начало еще до того как один начали начались эти дебаты когда байден пожал руку камали херрис и сказал go easy on me kid и в принципе она так и произошло потому что она действительно старалась как бы избегать таких вот личных нападок между прочим что я заметил вот такая большая разница между первым вторым днем в первый день как-то на трампа не очень нападали как-то его не очень так в принципе во второй день очень нападали на второй день 90 раз прозвучало слово трамп за три часа если разделить 90 180 минут на 90 раз значит слово трамп упоминалось каждые 30 секунд причем обвинили его во всех грехах и я вот ждал что-то нового и естественно я услышал новое когда сенатор из гавайев талси габбард она сказала что трамп поддерживает аль-кайду вот это было очень интересно да ну не могу сказать что байден в чистую проиграл все дебаты как это было вот в первый раз в принципе и между прочим он по моему держался в рамках вот вот этого регламента все остальные они как с цепей сорвались они были в каком-то как враж вошли когда им давали слово их было не остановить когда им говорили спасибо спасибо ваше время закончилось они продолжали говорили словесный понос байден он тут же останавливался и вот так корректно у него хотя наверное может просто нечего было сказать но у него еще больше опыта в дебатах он давным давным-давно на их вел а ты знаешь я наверное не совсем услышал насчет трампа потому что меня удивило две вещи меня удивило как сразу же талса габбард начала нападать на камилу хэрис за ее за то как она работала в калифорнии это было просто это было глаза открывающие и и и хэрис ничего не могла сказать и после этого кстати она и ничего не могла не правда она сказала что она очень хорошо работала и это было даже отмечено белым то есть давай-ка скажем о чем идет речь габбард сказала что будучи генеральным прокурором калифорнии в этом посаде пересажали кучу людей за то что они курили наркотики хотя сами что это стиль жизни хотя сама курил и марихуану то есть я помните видео такое было нагнет на радио давала интервью и спросили или она курила когда-то марихуана курил то есть она пересажала кроме того уже когда сроки заканчивались у многих да она находила непонятно какие-то причины того чтобы людей не выпускать из тюрьмы и это это данные действительно и как ты игорь правильно говоришь что в ответ на нападки не нападки она справедливое обвинение сенатора из гавайев она действительно ничего не могла сказать все что она говорила это я хорошо работала и все об этом знают у нас есть звонок да буквально два слова звонок сейчас примем буквально два слова сразу после этих дебатов после того как габбард сказала хэрис что на себя представляет на веб-сайте штата калифорния удалили практически ее рекорд камалы хэрис и и рекорд ее работы сколько человек посадила за что и так далее вчера было значит да давайте давайте добрый день мы вас слушаем а вот здравствуйте да слышим замечательно я бы хотел сказать что это все все правильно но спущать краски сильно не надо потому что а нормальные процессы если границы открываются народы смешиваются от смешения этносов появляются очень талантливые люди хотя бы хотя бы для русских пушкин это все да так вот это нормальные процессы конечно какие то есть извращение от помения но в принципе появляется очень много талантливых умных здоровых детей и за этим будущее в границе просто открывается мир становится одинаковым вот и собственно то есть вы за то чтобы планета была общей да я за то чтобы помета была улица жили это неизбежный процесс то есть вы за то чтобы открыть границы и неизвестно кто сюда может прийти преступники насильники наркотики я этого не сказал вы не передергиваю если мы откроем границы это все его ваши слова да хорошо вы сказали и вот то что вы сказали вы сказали надо открыть границы я повторил ваши слова я не дергиваю как они открываются она для меня была закрыта полгода я полгода ждал разрешение на мы с другой стране я меня проверяли два раза в американском косинстве я даже в америку еще не попал а люди которые спасибо большое мы сюда приехали легально вопрос о том приезжают сюда иммигранты легально или нелегально приходят а и как ему подождите 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 но слава богу но я посмотрел видео здоровые талантливые люди которые через рио грандо перед переплывает все абсолютно здоровые абсолютно талантливые то почему-то так дети здоровые вдруг там 77 детей уже умерло среди них уже выяснять в америке мы говорим здоровье смешивается только это легально они должны прийти сюда если вы знаете я вам дам такой небольшой пример а в начале 90-х годов был такой телекомментатор по спортивный комментатор джимми дегрик свое время он сказал что черные атлеты такие хорошие потому что вы когда они были в рабстве их смешивали друг с другом чтобы они были быстрее чтобы они были сильнее после чего его уволили со всех телевизионных радиостанций которые он на которых он был комментатором потому что подождите потому что он был расист из-за того что он сказал что как вот вы говорите что люди смешиваются и вы и выходят талантливые хорошие люди опять-таки что именно вы хотите сказать что границы открываются границы не открываются искусственно значит или их перелезают или или сюда приезжает в легально нету других путей кроме того я не уверен что научно доказано что от смешения кровей и нации и и раз получается умнее люди я этого не помню вот посмотрите например на обаму у него совсем разные родители что вышло а что именно он организовал прекрасно он хорошо разговаривает медицину что он прекрасно вел переговоры с ираном потому что он смежал задурить писю о нем людей это тоже талант я это не он задурую голову это задурила cnn это задурила мидита задурили те которые за ним стоят falsа это пикапин спасибо спасибо большое спасибо за ваш звонок спасибо большая страна принимает ежегодно миллион человек легальных иммигрантов миллион и миллион человек нелегально переходит границу. Это серьезная проблема. Это проблема экономическая, это проблема безопасности. И непонятно, к чему здесь таланты людей. Вот, кстати, вчера Трамп... Вот, есть звонок, давайте примем. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Позвольте ответить этому товарищу. Немножко, я много времени не займу. Пушкин это не все. Пушкин в одном аспекте. Если бы не Державин, которому он попал по воле Рока, из него бы ничего не получилось, потому что вообще он был двоечником. Это подтверждено фактом, есть документы и есть все остальное. Теперь, что такое смешение наций? Смешение наций, это в первую очередь перенятие тех заболеваний, заболеваний, проблем, а не здоровья, которые имеет каждая нация. И это доказано не один раз, так сказать, при исследовании. Поэтому, если ему очень так хочется, пусть смешиваются. Третье, если он такой добрый на границе, пусть едет на границу и возьмет две семьи к себе домой и обеспечивает их три года. А потом они станут гражданами. И все. И тогда я поверю в то, что он вот такой вот интернациональный. Но он потом как бы исправил себя. Он сказал, что я не имел в виду нелегальную эмиграцию. Но, опять же, тем не менее... А как приоткрыть... В принципе, просто непонятно, что он хотел сказать. Вот поэтому я в самом начале не понял. И я ему начал говорить о том, что такое... Что значит открыть границы, приоткрыть. То есть, и это неизбежно. Приоткрыть границы. И как результат, скажем, у нас в Конгрессе теперь есть Рашид Атлаиб. У нас в Конгрессе есть Ильхам Амар. 70 тысяч сомалийцев Барак Обама завез в Миннесоту. И теперь... А вы посмотрите, я смотрел перечень представителей этих... С Ближнего Востока людей сколько баллотируется в разные органы власти. На разных уровнях. И, уверяю вас, судя по тому, как действуют в Конгрессе Рашид и Ильхам, они не действуют в интересах Америки. Они действуют в интересах своих религиозных групп. Отстаивают их... Просто своих меньшинств, даже не своих... Даже не людей, которые их продвинули в Конгресс. Пожалуйста, на Ютубе найдите выступление Рашиды Атлаиб, где она ясно объясняет, говорит, что необходимо, чтобы было обучение мусульман, чтобы... Да, чтобы мы должны людей просвещать, потому что в каждом человеке мы видим будущего мусульманина. Ну вот еще в каждую школу по имаму и он будет учить... Послушайте это выступление, это страшно. По-моему, в Миннесоте уже приняли закон, что в школах должны арабский язык изобретать. Нет, по-моему, еще нет. Не арабский язык, а мусульманский... Мазым стадис. Они хотят... Слушай, в Скоке, в Норс, в Найлс Норс, по-моему, хотели это ввести обязательно. Ну, не прошло. Но, во всяком случае, попытки есть, к сожалению. Мне понравилось я хочу упомянуть, потому что забуду. Кори Букер. Если ты слышал, как он говорил, Майтаун, Майтаун. Помнишь, Майтаун? Самое интересное, что вот... Майтаун, тот город, в котором он был мэром в Нью-Джорси, Майтаун, да, там было 0,9% черного населения. А преступности там практически не было. То есть, о каком Майтаун он говорит? Ну, когда Кори Букер говорит, это вообще надо очень сильно смотреть на все, потому что, когда он выбирался в Сенат, он говорил, что его друг Тибон какой-то оказал, что это вымышленный персонаж и так далее. Кстати, он еще сказал, что мы не должны делать селекцию, когда мы людей в Америку пускаем, потому что все хороши и все профессии одинаковые. я вот вспоминаю, вот я упомянул о том, как мы полгода ждали пока сюда приехать в эмиграции. И я помню, как, ну, в Америку было проще, конечно, попасть, все ехали в Америку, тут все находили спонсоров, если это не родственники были, то это были общественные организации или религиозные. Но я помню, какую селекцию проводила Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка. Значит, во-первых, это был возрастной лиценз. Во-вторых, это должны были быть здоровые люди и в-третьих, это должны были люди с определенными профессиями. Совершенно верно. И я помню, даже как мы, мы проходили два раза медицинское обследование. В Ладисполь, помню, мы ездили из Санта-Маринеллы наши. И помню эти поликлиники, где мы проходили медицинское обследование. То есть мы должны были быть здоровы. А вот Кури Букер, он предлагает пускать всех сюда подряд. Мы в Москве проходили медицинское обследование, и там такой ушлый один доктор, молодой совсем пацан, пытался выудить взятку с меня. За что? Ну так, он говорит, ну ты понимаешь, вот мы, чтобы, ну в общем, знаешь, чтобы показать всем, что он вообще не здоровый. начал грузить там, что вот, дескать, в моих руках находится твоя судьба, вот если я поставлю, что ты не совсем здоров, или ты же понимаешь, это тогда... В том же плане... Ох, как мне хотелось ему в рог заехать. В том же плане, да, из-за профессии моего отца и дяди, которым мы вместе ехали, тоже нас уговаривали ехать в Австралию, потому что им нужны были строители. Я смотрю, у нас есть звонки, но, к сожалению, времени не осталось. Мы продолжим буквально через несколько минут в следующем части, никуда не уходите, перезвоните буквально через несколько минут. Итак, продолжаю нашу программу. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200 и, наверное, принято звонок, да? Добрый день, мы вас слышим. Алло? Говорите. Алло, алло. Подскажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Мы все знаем этот случай, который случился с актером здесь, в Чикаго, да? И генеральный прокурор Чикаго совершил должностное преступление. То есть, она дала ему уйти. Меня интересует такой вопрос. Есть ли какой-то за ними контроль? Есть ли какая-то подсудность, подотчетность и так далее и тому подобное со стороны федеральных органов? Ну, ты как, Милла Хилис творила все, что хотела? Вот такой вот у меня вопрос. Они подсудны или нет? Окей. Спасибо. Вопрос понятен. Значит, речь идет о прокуроре Кук-каунте, Факс, да, Ким Факс, и... Афроамериканка. Да. И на самом деле судья назначил специального прокурора, который должен вести расследование. Вчера, по-моему, адвокаты Смолета обратились в суд с тем, чтобы отменить решение о назначении специального прокурора. Но, похоже, что все-таки специального прокурора назначат. Ну, что-то там происходит, да. Я, честно... Поэтому так, ну, чтобы ответить просто, да, контроль есть. А вопрос, если будут какие-то результаты, но в смысле того, что, да, это дело еще расследует, есть. Я, честно говоря, не уверен, что результат какой-то будет. В крайнем случае его там, как говорится, не погладят по головке, а дадут по попке, да, может быть. И все этим, наверное, закончится. Я не думаю, что... Я думаю, что вопрос даже не о нем, а о просекьюторе Факс, что будет с ней. Но, скорее всего, она просто-напросто проиграет в следующий выбор. Может быть, да. И куда-нибудь... Или ее попросят уйти и дадут другую должность. Камали Хэррис куда-нибудь работать. В ее команду там и так далее. Мне понравилось в дебатах их последние слова. Как говорится, заключительные слова. Я не буду пересказывать все то, о чем они говорили. Ну, вот некоторые фразы, например, Деблазия, значит, он сказал, что, конечно, нужно обложить богатых большими налогами. Он сказал, что Трамп столкнул белых и черных, легалов и граждан. Вообще, я не помню, что до Обамы разыгралась вот так вот эта российская карта. Мне кажется, что при нем вот этот вот вопрос расизма встал как никогда. Что насколько искусственно медиа вот этот поднимал этот вопрос, насколько часто они его обсуждали. Мне почему-то всегда бросается вот в уши вот эта фраза белый полицейский убил черного подростка. Почему нужно говорить белый полицейский, а не просто полицейский? И почему не черный подросток, а не черный подросток, а не преступник или подозреваемый, у которого в руках нож или пистолет или еще что-то. Олег, ты в Америке не был в 1984 году. Нет. Вот это вот карта черных-белых очень хорошо тусовалась с Джесси Джексоном, когда он хотел стать президентом Соединенных Штатов. И в принципе он вышел из гонки после того, как он назвал евреев очень нехорошими словами. Хаймис и Нью-Йорк назвал Хайми Таун. После этого ему пришлось выйти из гонки, потому что тогда демократы еще понимали хоть какую-то имели совесть и понимали, что человек, даже который воевал за права против расистов, тем не менее не может быть антисемитом. Сейчас, конечно, у нас совсем другая ситуация в Конгрессе. У нас здесь звонок, давайте примем. Добрый день, мы вас слушаем. Алло, я хотел бы, чтобы вы ответили на такие вопросы. Трамп подписал вроде бы решение о наложении на решение второй очереди санкций. И второй вопрос, я вчера его пробовал задать, это фейк или это правда? Вроде бы был обыск у Комии и изъяли Орхаппаратуру. Будьте добры, буду очень обязан. Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, изъяли аппаратуру, изъяли компьютеры, жесткие диски, мы об этом сегодня говорили, причем, как выяснилось, на компьютерах хранилась секретная информация, что является нарушением закона. То же самое, что Хиллари хранила личную переписку. Что касается России, я не знаю о санкциях, но я знаю, что вчера, сегодня объявили о том, что Америка выходит из соглашение по ограничению ядерного оружия с Россией. Потому что, ну и, кстати, я слушал кусочек выступления этого натовца, и он сказал, что это соглашение не имеет никакого смысла, если его выполняет только одна сторона, а вторая сторона его не выполняет. Поэтому нет смысла в нем быть. Да, поэтому говорит, что совершенно правильно, потому что это не имеет никакого смысла. То есть США вышли, я не знаю, это такой общий шаг показательный, естественно, конечно, Россия правит Америкой, теперь, когда Трамп президент, поэтому это еще более показательный. это, наверное, Путин приказал Трампу выйти из соглашения по ограничению ядерного оружия. Ты знаешь, ты знаешь, что вот эту сенатор из Гавайи, ее обвинили в том, что за ней стоит Россия. Между прочим, она была такой вот фразой The most googled. Сегодня это очень модно. То есть больше всего людей искали о ней информацию. Она настолько заинтересовала всех. Кстати, вчера ее Хеннити пригласил к себе на передачу. Она отказалась. И в принципе, что, что? Она отказалась. Нет, она была. Она была, да? Да, конечно. И она довольно очень красиво говорила, должен сказать. Ты знаешь, мне почему-то вот такое предчувствие, что если Байден пройдет, а мне почему-то кажется, что он пройдет, он ее возьмет как вайс-президент. Женщина воевала вот довольно-таки прогрессивная в демократических кругах, напала на Камалу Хэррис и смешала ее с дерьмом, извините. Вот что, в принципе, правда. Это очень многим понравилось. Почему бы нет? Я думаю, что если он пройдет, то он скорее возьмет Камалу Хэррис. Я тоже так думаю. Она еще, кроме всего, у нее еще и цвет кожи. Да, и потом первые праймарис будут именно в Калифорнии, а там огромная куча народу, и там такое... Кстати, Камала Хэррис, она когда участвовала в гонке за кресло в Конгрессе, она фигурировала как первая Indian woman. Сейчас она фигурирует как афроамериканка. Как первая женщина, президент, афроамериканка. Извините, если следующий человек, который станет афроамериканским президентом Соединенных Штатов, о нем будет говорить, что он первый, потому что Обама, он... Он половинка. Он талантливая половинка, сказал наш родислушный. Да. Запомнилась мне фраза, которую сказала Кристин Джилибард. Джилибренд. Первое, что я сделаю, это я почищу хлоркой овальный офис. Ну как же так можно сказать? Ну, ну, ну... Они теперь не стесняются выражения. Человек, у которой есть фотографии, где она с Биллом Клинтоном бомнимка, и с Хэрри Вайсоном бомнимку, вот именно ей надо говорить о том, как мыть офисы. Она сказала, Трамп это катастрофа. У нас здесь звонок. Они только что только не говорили. Да, добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Я послушал вашу передачу и давно хотел позвонить вам сказать, чтобы мы не говорили на сегодняшний день Сандерс, Трамп и все остальные, но время таково сложило, что следующий президент или в этот раз, или еще через раз Кандализа Райс сто процентов приедет в власти, потому что мы сами все все делаем каждый по чуть-чуть для того, чтобы черная женщина пришла к власти. Вот такое мое мнение. Спасибо. Интересно очень. Ваше мнение, дай бог, чтобы это дошло до ушей избирателей. В принципе, я бы первый пошел за нее голосовать, но, к сожалению, она сама сказала, что она не хочет избираться. Да, продолжу цитировать, значит, сенатор Кристин Хилибард. Значит, он сказал, что Трамп разорвал эту страну на части. И вот есть опыт у нее, как сплотить страну вместе. Я не знаю, какой у нее есть опыт, скажи мне. Она говорит, я знаю, как победить Трампа, ведь он нарушил обещания, данные американцам. Я не понимаю, какие обещания он нарушил. Может быть, действительно, есть какие-то вещи, которые он еще не успел сделать. Кстати, почему ты думаешь, Детройт был выбран местом проведения вот этих дебатов? Все они говорили о том, что вот, посмотрите, Трамп обещал, что Детройт поднимется, а Детройт, как был в яме, так и есть. Ну, вы не забывайте, сколько лет этот Детройт падал в эту яму. И вытащить этот город сегодня из ямы за два года практически невозможно. Они не говорили о том, что Трамп, его администрация, они создали специальный план по тому, как вытащить Детройт из этой ямы. Есть пункты какие-то, которым они следуют. Это точно так же, как в России. Там была революция в 17-м году. Эту Россию в эту пропасть коммунисты сбрасывали 70 лет, а потом они хотели, чтобы за два года Россия расцвела. Ну, конечно. Демократы правили Детройт десятилетиями, они его убили, а сейчас надо его восстановить. Я думаю, что надо было следующий дебат устроить в Балтиморе, так, чтобы крысы не бегали нигде. Это имеет отношение к любому городу большому. Включая Чикаго. Да. Демократы действительно десятилетиями управляют большими городами, доводят их до состояния финансового краха. Что касается Балтимора, выясняется, что он получал колоссальные гранты от федерального правительства. И Трамп справедливо заметил, деньги были либо разворованы, либо просто пущены на ветер. В принципе, за это Трампа демократы ненавидят. Он говорит то, что он видит, а он видит в принципе то, что видят здравомыслящиеся, здравомыслящиеся, мыслящие люди, люди, которые платят налоги, потому что, опять-таки, мы всегда знаем, что происходит с бюджетом. А люди, которым бюджет дан на руки, они не знают, что с ним делать. Кстати, по поводу бюджета. На два года приняли бюджет, и Трамп подвергся критике справа. довольно серьезный, потому что на 300 миллиардов увеличили расходную часть. Ну, понятно, что бюджет бы не принял. Я, с политической точки зрения, я понимаю, почему это произошло. Не хватало, потому что, если Трамп не подпишет этот бюджет, значит, в сентябре, уже не в октябре, а в сентябре, правительство опять остановится. Пойдут в отпуск. Все. И, конечно же, вся эта леворадикальная медиа, все эти проститутки на CNN, MSNBC, New York Times, Washington Post, Лос-Анджелес, все обвинят в этом Трампа. То есть, 24 часа в сутки будут выходить говорящие головы и рассказывать о том, что это Трамп, по его вине бюджет не принят, поэтому люди страдают, бедные государственные служащие не получают зарплату, не знают, как им жить. Но он был всегда расистом, он был женоненавистником, он был кем-то еще исламофобом, исламофобом, ассенитом. А в этот раз Камала Хэрри сказала, что он предитор, то есть хищник, он был рожден хищником, и у него инстинкты хищника. И он поддерживает Ал-Каиду. И это он, не Ал-Каиду поддерживает, это сказала Гавайи, но она сказала Камала Хэрри, что это он посадил в клетке детей, и это он разъединил родителей. Не Обама, который построил клетки, а Трамп. И посадил туда. Да, добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Я хотела спросить, сколько штатов имеет бы в главе демократов? Вы имеете в виду как губернатора, или вы хотите сказать городов, где демократы, мэры? Ну, только губернаторов. Хотел бы прикинуть, какое количество людей объединены демократы? Не знаю, не знаю эту цифру, если честно. Надо будет посмотреть. Последние выборы немножко потеряли, потому что до этого губернаторы на выборах, видите, в разных штатах выборы губернатора проходят по-разному. Где-то 6 лет губернатор, где-то 4 года, но в какой-то период времени, после 2010 года, да, даже после 2014, наверное, в некоторых штатах, в большинстве штатов были губернаторы республиканцев. Я знаю, кто у нас губернатор, это точно. У нас был губернатор республиканец, а теперь такой прецел. Прецел. И все... Он не прецел, он больше пуш, пончик. Значит, начиная с июня 2019 года, 27 штатов имеет республиканского губернатора и 23 демократического. У меня эта цифра в голове была 27, я не был уверен, кто из них, кто из А это имеет значение на самом деле. От губернатора многое зависит. Налоги, например. Законы, которые подписывает, не подписывает губернатор, который налагает вето. К сожалению, как мы поняли, с Раунером он может иметь букву Р после своей фамилии и тем не менее все равно подвергать штату демократическим реалиям. Ну, с Раунером немножко все неоднозначно. На самом деле он пытался противостоять, пытался реформировать пенсионные фонды, провести пенсионную реформу, пытался, вы помните, мы год или два года без бюджета жили, то есть он не подписывал бюджет, но поскольку демократам принадлежало супер большинство, они, он налагал вето на тот или иной закон, они его оверрайт делали, но при этом он сделал несколько вещей, которые могли сделать только прогрессивные демократы. по абортам, то есть он действительно сделал таких, ну говорят, у него жена очень прогрессивная и, как говорится, ночная кукушка дневную перекукует. Ты знаешь, вот второй день дебатов очень сильно была разыграна, ну российская карта, это уже понятно, карта вот глобального потепления. Это же сумасшествие, блин. То есть наши дома, они уже on fire, да, то есть мы уже опоздали, уже ничего нельзя вернуть. Это Янг, по-моему, сказал, что нам надо уже думать, как нам на верхнюю платформу нас всех переселить, потому что мы уже ничего не спасем. А это он сказал, надо выше всех переселять, а Майкл Беннетт сказал, что все уже поздно, надо было давно начинать, и мы опоздали. И Камела Хэррис говорит, ну что Трамп может понимать, он что, связан с наукой? Нет, ты связана с наукой. Ты у нас просто вот такой научный деятель. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете насчет Раунера, он очень старался многое сделать, я от него получала много писем, но ему ничего не давали. Он все время писал о Мэдигане, о том, что Мэдигана надо укращать, так сказать, в собирании доходов, но ничего не получилось. Хорошо еще, что два срока побыл. И знаете, на одну секунду я хочу сказать, у меня очень удивил товарищ, который сравнивает наше прибытие сюда с теперешними. Дело в том, что мы имели возможность еще 30 лет назад за три месяца сюда прибыть. А наши родственники с января до ноября их очень долго проверяли, потому что когда-то муж был, имел что-то вроде туберкулеза, давно вылечился, но надо было проверять. Спасибо спонсорам, которые через нашего конгрессмена помогли. Спасибо большое. Вы знаете, та эмиграция, когда мы ехали, то есть два-три месяца это считалось очень хорошо. Вспомните отказников, которые сидели в Ладисполе, в других городах возле Рима, сидели по шесть месяцев, по восемь месяцев, по десять месяцев. Причем, когда получали отказ, они лишались материальной помощи. Был Хиас и Сахнут. Да, вот они, нет, не Сахнут. Сахнут, это был Jewish Family? Да, но неважно, каких-то вот организаций. Короче, они лишались материальной поддержки. И там уже, как говорится, они были сами, сами от их самих зависело то, как они там будут существовать. Люди искали работу, люди не получали ни копейки, никаких пособий. То есть люди сами себя кормили. Сейчас же мы почему-то вот очень многие думают, что мы должны всех принять сюда без разбора и сразу же дать им деньги и квартиры, и медицину, и талоны на питание, и все остальное. Поэтому мы же-то не против эмиграции в эту страну. Конечно, это страна эмигрантов и так должно быть. Но давайте уже действительно посмотрим на вещи открытыми глазами, подумаем, что в эту страну хотелось бы, чтобы приезжали люди здоровые, которые хотели интегрироваться в это. Самое главное, даже не здоровые, а которые хотели бы принять американство как часть своей жизни, слушаться этих законов, выучить язык и хотеть здесь работать. Да, правильно. Я не успел просто закончить это. Ты правильно сказал. Добрый день. Добрый день. Мы вас слушаем. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, если бы начиная от рядовых и кончая вот верхушкой демократической партии, если бы им сказать, что вот за каждого из них вы должны вот то-то то-то отдать, так сказать, за плаву, асидевит, например, подписать, платить за них там, за их обучение или еще за что-нибудь, не осталось бы ни одного человека, который хочет нелегальную эмиграцию и даже и легальную тоже. Поэтому посмотрите вот насчет медицины. Барак Хусейн Обама сделал это Обама Кер, а себя исключил, себя, своих дружков, соответственно, тянул туда и демократов, и республиканцев, Конгресс, и НАТО и все прочее. Плюс юнин все были как бы выделены, что они тоже не подлежат вот этому закону. Такого, по-моему, даже в Советском Союзе не было. Спасибо большое. Спасибо. Мы предварялись, что закон один для всех. А здесь вот что. Мария, спасибо. К сожалению, мы должны закругляться. Наше время истекает, почти истекло. Всем желаем оставаться здоровыми. Хорошем настроении. Я только точно напомню, что 17 человек в Конгрессе проголосовали против осуждения БДС. Да. То есть вот это вот троица, эти Spice Girls выступили с инициативой, так сказать, поддержать движение бойкот Израиля. Еще какая-то чертова дюжина их поддержала. В общей сложности 17 антисемитов не проголосовали за осуждение. То есть когда мы говорим о том, что партия стала партией, представляющей антисемитов и партией, отстаивающей интересы нелегалов, каждый раз мы находим тому подтверждение. Да. К сожалению, демократическая партия превратилась именно в леворадикальную. Да. Друзья мои, спасибо огромное. Олег Падлак, Игорь Фиалко. Ну и все вы. Всем всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok